Вокруг не водная гладь, а стены тренажерного зала. Но каждое движение спортсменки отточено. Чтобы попасть на всероссийские международные старты, новой звездочке Алтайской гребли Софии Штиль приходится часами работать в зале. С тех пор, как папа 9 лет назад привел ее в этот спорт, влюбилась, задержалась и начала побеждать. План на этот год отобраться на Европу и мир первенства и там занять призы, быть в тройке. Это как минимум. Вообще лучше, конечно, чтобы первое место было. А вот Владлен Ушаков в международных стартах уже участвовал и завоевывал награды. Попадание в состав сборной считает огромным и важным опытом. Это очень важно для спортсмена, который стремится к серьезным результатам пройти через юниорскую сборную обязательно. У меня поменялось сознание немножечко, вообще отношение к спорту. Я думал, вот я сейчас потренируюсь и выиграю. Но тренируются все и в сборной тренируются все, а выигрывают. Победитель всегда один. А что нужно, чтобы быть победителем? Ты понял? Да, понял. Надо думать. Мне тренер всегда говорит, что нужно думать, как победитель. А победитель всегда один на пять, повторяюсь. Поэтому нужно просто мыслить иначе, не так, как все. Чемпионом может быть каждый. Поэтому нужно смотреть и правильно проводить отбор, чтобы увидеть ту самую звездочку, которая непосредственно, может, где-то еще не зажглась. Именно такой подготовкой и занимается Константин Вишняков, когда приезжает на Алтай, делится своими знаниями и навыками и с юными спортсменами, и с тренерами. Он интересуется, кто какими методиками спортивной подготовки у нас и владеет, и применяет ее при спортивной подготовке, то есть в тренировочном процессе, подсказывает, как лучше, освеживает, кто у нас набирает, скажем, такую силу молодые спортсмены. И у него есть возможность таких спортсменов, в общем, наблюдать за ними и затем по их спортивным достижениям приглашать в эту команду юниоров. Совсем недавно у сборной края по гребле была возможность тренироваться в Краснодаре вместе с юниорской сборной России. Константин смог оценить подготовку спортсменов и помочь разработать их планы. Кстати, есть надежда, что когда-нибудь юниорская сборная страны будет тренироваться и на Алтае. У вас хорошая лыжная трасса, а лыжная подготовка – это непосредственно для нас очень приоритет, особенно зимой. Мы уже около четырех лет ездим в Казань, хотелось бы сюда приехать. На какую базу из них, пока не знаем, но нужно будет проработать этот вопрос. Уже 12 марта самые сильные спортсмены Алтая вновь уезжают на сборы в Краснодар, где и начнется усиленная подготовка уже не на тренажерах, а на воде ко всероссийским стартам, первые из которых состоятся в начале апреля. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.